Всем привет! Вы на канале Анна Профи и в этом видео я бы хотела вместе с вами приготовить замечательные очень простые в приготовлении кексы. Внутри будут яблоки, а сверху миндальный орех. Очень вкусные но очень простые в приготовлении. Итак, начнем. Перед началом приготовления включите духовку на 180 градусов потому что приготовление теста не займет много времени. Перед нами 150 грамм растопленного сливочного масла к нему мы добавляем полный стакан сахара это 200 грамм также нам понадобится 2 яйца сюда же добавляем чайную ложку экстракта миндаля если у вас нет экстракта миндаля, то вы можете добавить либо ванильный, либо просто пропустить. Все хорошо перемешиваем миксера не надо просто перемешать до однородности как только масса стала однородной просеиваем к ней 1 стакан и 2 столовые ложки с горкой муки это 200 грамм все хорошо перемешиваем в однородную массу тесто готово, оно получается не густое, но тягучее можно собирать можно собирать наши кексики берем форму для маффинов у меня здесь 12 берем 1 столовую ложку тесто помогаем себе чайной и кладем на дно каждой из формочек чайной ложкой распределяем тесто немного по дну теперь берем яблоки у меня здесь одно яблоко я его порезала вот четверть кольцами берем пару долек таких и кладем вовнутрь стараемся, чтобы яблоко не касалось краев чтобы яблоки оставались внутри кладем 2-3 ломтика вовнутрь точно таким же образом, как и в начале закрываем каждый маффин второй половиной теста столовой ложкой аккуратно распределяем тесто сверху сверху посыпаем наши кексики миндальными хлопьями в таком виде наши кексики отправляются в духовку предварительно разогретую до 180 градусов на 25-30 минут зависит от вашей духовки вот как кексы выглядят практически сразу после выпечки и как вы можете видеть они значительно осели и расширились поэтому если вы будете готовить в кондитерском кольце вот примерно такого диаметра то есть небольшое то это получатся мини пироги сейчас я обнаружила, что один оставила без миндаля давайте попробуем мне очень любопытно попробовать бумага отходит очень хорошо вы знаете, получается нереально вкусно вот эта вот часть, которая, ободок вот эта вот, она получается хрустящая а вот эта внутри, она влажная я еще пробую, оно теплое такое, очень теплое и вкусное очень хорошо будет со сметаной с чем-то кисломолочным с кефиром, например, тоже отлично будет в прикуску взбитые сливки тоже замечательно будет в сочетании вот видите, он внутри такой влажный из-за яблок а вот эта часть вот эта часть хрустящая это сочетание абсолютно потрясающее если вам понравилось это видео, ставьте лайки подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны делитесь этим видео с друзьями нажимайте обязательно на колокольчик и мы увидимся с вами в следующих видео пока-пока пока-пока Субтитры подогнал «Симон»